Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню. Я очень люблю рыбу, часто ее готовлю и поэтому в моей кулинарной книжке накопилось достаточное количество вкусных и полезных рецептов. Одним из них сегодня я хочу поделиться с вами. Сегодня я буду готовить рыбу, это у меня морской волк и запекать мы ее будем в духовке. Итак, какие продукты мне понадобятся? Здесь у меня 500 грамм филе морского волка, затем нам нужен будет 1 среднего размера цукини, 1 лимон или лайм, веточка розмарина, зелень свежей петрушки и укропа и 2 небольших лука шалот. Можете взять обычную луковицу среднего размера. Затем примерно грамм 100 грибов, они у меня замороженные, это обычные шампиньоны, щепотка соли, потом я буду брать вот такую вот упаковку уже подготовленного картофеля. Я вам советую, если у вас не продается такой картофель, то взять отваренный картофель в мундире, примерно 5-6 небольших штучек. Для соуса я буду брать сливки, жидкие сливки 4% жирности, 1 чайную ложечку нежной горчицы и специи для маринования рыбы. Ну и приступаем к приготовлению. Для того, чтобы рыба получилась вкусной, я всегда ее предварительно мариную. Итак, раскладываем филе вот таким образом и внутрь мы уложим лимоны, которые так и останутся, когда мы будем запекать рыбку. Это придаст такой нежный, очень вкусный, вкус и аромат. Затем я немножечко присаливаю рыбку и также по вкусу добавляем специи для рыбы. Можете добавить просто перчик или любые ваши приправы любимые. Сверху на рыбу закрываем ее снова, как она и была у нас, и выдавливаем сок из второй половинки лимона. Солим, перчим и вот так вот распределяем пряности по рыбке. И внизу тоже, чтобы вся рыбка у нас была в лимонном соке, в соли и в пряностях. И оставляем мариноваться примерно минут на 15. Пока рыба маринуется, мы приготовим соус и подготовим овощи. Кабачок я нарезала на очень тонкие кружки. Зелень измельчила, лук нарезала колечками. Помыла розмарин, его мы будем добавлять к картофелю. Итак, картофель я тоже открыла, он, видите, он небольшой. Мы его будем выкладывать вот так вот вокруг рыбки. Сейчас будем готовить соус. Что нам для этого нужно? В глубокую мисочку наливаете сливки, добавляете немножечко соли. Сильно солить не нужно, ну а в принципе, кто как любит. Добавляете в соус свежую зелень и немного горчицы, чайную ложечку. И все тщательно-тщательно перемешиваем. Вот так вот. Ну, я думаю, рыба моя готова. И сейчас мы будем укладывать овощи. Вниз я положу мелко, тонко, вернее, нарезанный цукини. Дно я не смазываю, потому что у нас будет соус. Так, я выложила кабачки и уже подготовленный картофель. Затем добавим на овощи грибы. Как видите, можно использовать и обычные замороженные. Если есть свежие, то это еще вкуснее получится. Но я по этому поводу, в принципе, не заморачиваюсь с замороженными грибами. С сухими, правда, никогда не пробовала с сушеными. А с замороженными готовлю часто. Так, грибочки уложили. Их нужно совсем немножечко, чтобы был вот такой вот очень нежный, тонкий грибной аромат. Получается намного вкуснее, чем без грибов. И выкладываем лучок. Лук-шалот, почему я также предпочитаю обычному луку. Это из-за того, что он быстрее готовится и у него не такой резкий вкус. Если любите оливки, то могу порекомендовать добавить оливки, приготовленные по-гречески. Они также были вялены вместе с травами. И это придаст рыбке такой пикантный, очень приятный вкус. Но это на любителя. Затем у розмарина вот так вот отделяем небольшие веточки и укладываем на картофель. Достаточно одной вот такой веточки, больше не нужно. И в заключении рыбу, как и картофель, поливаем сливочно-горчичным соусом. Рыбу, кстати, по этому рецепту можете приготовить любую. Желательно, конечно, белую, поскольку у белой более такой нежный вкус. Лосось я люблю запекать просто с овощами. А белую рыбку мне нравится чем-то вот так вот приправить. Или каким-то соусом, или какими-то пряностями, чтобы получилось еще вкуснее, чем просто запекать или жарить рыбу. Это и полезнее, и для фигуры. Если будете использовать сливки нежирные, то тоже минуса вам не будет. Картофель можете не есть, а кабачки, как вы знаете, они абсолютно не калорийные. Так, ну и сейчас разогреваем духовку на 200 градусов и ставим рыбу запекаться на 45 минут. Смотреть нужно будет, чтобы сверху образовалась такая легкая, немного золотистая корочка. Тогда рыбка готова. Ну и можете попробовать при помощи зубочистки готовность. Вот такую вот красоту вы достанете из духовки ровно через 45 минут. Вот аромат я даже не пытаюсь передать, потому что он действительно волшебный. Всем желаю приятного аппетита. Надеюсь, рецепт вам понравится и готовить вы его будете с удовольствием. До новых встреч на моей кухне!